Я думаю, что в заимодействии по поводу Карабахского конфликта с Азербайджаном должно происходить в рамках. И было уже заявление совпредседателя, в котором несколько завуалировано, но это говорилось. С другой стороны, я считаю, что использовать любые возможности поддерживания какого-то формата для взаимодействия нужно. Не потому что конфликт можно решить, его ближайшие как минимум годы, это я очень вежливо говорю, решить нельзя. Но взаимодействие лидеров является одним из форматов безопасности. То есть это один из политических форматов, в рамках которого можно пытаться что-то делать. Поэтому для самого начала, грубо говоря, это первая встреча по-настоящему, Ну, в общем, должны быть контакты. Если является осознанной целью попытка защищения статус-кво, то контакт не один из форматов абсолютно действительно. Ну что, которая имеет усилийство в основе перед тем, что вы говорите, существует сам-то интересное, что человек, который может завидеть во чём, Азербайджан очень сильно отличается, он отличается структуры и рыба. В частности, совсем другая природа режима. Если азербайджанское общество имеет возможность участвовать в проектах или имело возможность участвовать в различного рода проектах взаимодействия с азербайджанцем и с азербайджанским гражданским обществом, и обычно никакого разрешения для представителей гражданского гражданского общества, то есть не делается. Я не представитель гражданского общества, я из академической сферы. Но когда у меня получаются встречи с азербайджанскими учеными, не в Азербайджане, конечно, а где-то там в Европе, в Грузии, где угодно, то я никому не должен докладывать, я никому не должен спрашивать разрешения. Я это делаю так, как у меня есть профессиональная потребность. Вот вам приведу пример. До последних несколько лет на ежегодных конференциях Института Кавказа, которые мы проводим каждый год в истории почти до прошлого года на Кавказе, у нас в Институте не бывает представителей азербайджана. До этого они приезжали всегда и участвовали, и лекции читали, выступали, и статьи писали в сборник и так далее. Сейчас я буду приглашать специалистов по Азербайджану, не из Азербайджана, хотя хотел бы, конечно, приглашать с Азербайджанскими. И причины того, что они приезжают являться не Арменией, а Азербайджанскими, у них другая структура. Гражданская активность без разрешения государства в Азербайджане происходить не может. Все люди, которые занимались такого рода активностью, они либо в тюрьме, либо в за границей Азербайджана, либо нету без знаний. Соответственно, для того, чтобы такая гражданская активность развивалась, нужен другой азербайджан, тот азербайджан, которого у нас нет. В этом контексте представить себе взаимодействие с армянской стороны я могу. Представить себе с азербайджанской – нет. То есть я могу, но это будет все равно государство. Там в Азербайджане создаются всякие фейковые платформы, которые создают государство, и это не взаимодействие с армянской стороны реально. Поэтому при такой вот асимметрии Азербайджана мне трудно представить это взаимодействие. Ну, они говорят, что Армения продолжает процесс, азербайджан, вопреки тем заявлениям, которые делаются раньше. То есть те встречи, которые происходят с точки зрения Азербайджанской стороны, это показатели того, что Армения остается в формате взаимоотношения с Азербайджаном по Карабахскому району. Да? Что такое? Все.